Добрый вечер, друзья! Вы на канале Уютное Чаепитие. С вами я, Ирина Резвая. В общем, воду так нам и не дали. Коля приехал с работы, говорит, там стоит бочка, люди воду набирают. Сейчас, друзья мои, я звук убавлю, чтобы нам телефон не мешал, потому что идут сообщения. Люди, говорит, носят воду. Видимо, воды не ожидается. Просто взяли, перекрыли, чтобы там этого моря не стало еще больше. Наносил мне воды сколько мог. Включилось, друзья мои, на минутку. Вот, наносил воды, даже не сколько мог, а сколько можно было заполнить то, что есть. Вот эти ветровики, мы тут емкости заполнили. И съездил еще большой такой бутылку такую большую с водой купил. Потому что неизвестно, когда воду включат. Я на сайт водоканала зашла, не написано, когда будут ремонтные работы. Вот, и Ларисе позвонила, она в отпуске, говорит, Иринка, ничего не могу тебе сказать. И у нас, говорит, то же самое на Краснофлотском, тоненькая струйка воды. Ну, ладно, а я очищу картофель. Только сейчас вот воды нету, и я сегодня весь день пролентяничала. Включила кино, немного посмотрела, и меня смотрел сон. Вот так вот, нет воды, и я лень перекатная. Вот сейчас покажу, как я чищу картошку. О, видите, в тазике, как раньше, в пиннике у мамы. Когда к ней приезжала, картошку чистить была моя вот такая обязанность. И вот в тазике все наливалось. Сейчас бабушка всегда чистила ее на сухую, сразу же в ведро. И у меня Коля так же чистит, я не люблю. Мне надо, чтобы она была в воде. Сразу ее моешь, но она так не особо грязная. Это бывает, что купишь картошку, она прям вся в земле. Сейчас почищу. Время уже вон 7 часов, а у меня все еще ничего не приготовлено. Вот так оказалась я без воды. Теперь будет вот этот большой баллон. И буду все время держать запас. Но долго его нам придется, конечно, менять все равно. Вот. А была вода в 2-5 литровиках, тоже в этих бутылках. Но она уже была такая, давно уже налито. И поэтому думала, уйдет просто там унитаз. Даже намыться этой водой нельзя. Долго. Мы же нальем и забыли. Такого давно не случалось. Обычно, когда что-то ломается, делают сразу. Ну, возможно, будут даже делать ночью. Посмотрим. Вот так вот, ничего. Вспомним, будем в тазике сегодня посуду мыть. Вспомним. Молодость, как говорится. Пожарю рыбу. Тимуля. Тимуля у нас пришел. Тимуля тоже пришел сегодня поздно из яселя. Как снеговик. Весь снегу. Что случилось? Он, наверное, чаю хочет? Сейчас налью. А тебе не зайти сюда? Сейчас, Тимочка, чаю бабушка нальет тебе, да? Нет, тут не залезть тебе в муку. Да, у бабушки убрано. Не залезть. Никак. Все. Никак у тебя тут не получится в муку залезть. Так, бабушка тут все уберет. Подожди. Сейчас чаю тебе налью. И иди в комнатку. Хлеб испекла. Я все время, чтобы тут не кладу на поверхность, которая прикасается вот так на доску. Или на, чтобы было на ножках и проветрилось. Вот эту пельменицу используем, хлебушек, у меня готов. Все сделано. Еще днем было все сделано. Вкусный, хороший хлебушек. Сейчас его в кулечке уже уберу. Время без пяти сей. А Ира собралась только ужин готовить. Ну ладно. Так-то вроде не голодная никто. Если есть еда, то тут еще есть у меня. Все, иди к маме, ладно? Ты к маме сходи. Знаете, чего пока сделаю? А я пока налью воды в чайник. Скипячу, чтобы потом кипятком залить. Вода холодная. Ну, с бочки воду привезли. Вода вроде чистая. Ее же набирают, наверное, у нас на станции. У нас, друзья мои, до сих пор говорю, у нас. На станции набирают, чтобы она была чистенькая. Не речная уж, точно. Блин, надо же. А, сегодня включила днем телевизор. Думаю, кино какое-нибудь посмотрю. Хотела посмотреть еще, знаете, какое кино. Васса, конечно, не для всех. Это, ну, как бы, на любителя тоже такие фильмы-то, знаете. Думаю, посмотрю его. Не военно-полевой роман, который хотела, Васса включила. И качество что-то нашла на YouTube. Это качество плохое. Думала, посмотрю не на YouTube, а там есть еще на других. Вот сайтах, посмотрю, в браузере. И стала переключать. И наткнулась на женщину. Тоже она что-то рассказывала. Там какая-то то ли передача, то ли что. Рассказывала. А, про мужей Альфонсов. Вот, про это, про мужей Альфонсов заговорили. И, вы знаете, я вам хочу рассказать вот историю, которая была. И я позвонила своей очень-очень хорошей знакомой, своей приятельнице. И спросила у нее, как у нее дела. Как у нее движутся, какие у нее есть, как говорится, подвижки в том деле, про которые я хочу вам рассказать. Я спросила, разрешение у нее, можно ли об этом поговорить. И она сказала, почему бы и нет. Тем более, что в этой истории она пострадавшая сторона. Давным-давно, как-то вот так вот, да, такое начало. Но это было очень давно, наверное, лет, может, 15, может, а может, поменьше, что-то около того. Она потеряла мужа. Муж у нее, что-то у него случилось на работе. Какие-то проблемы тогда случились. Я уж не знаю, какие. Она тоже так вот рассказывает скользь об этом. Тоже не начнешь ведь спрашивать, неудобно. Но что-то там на работе такое случилось, что он покончил жизнь самоубийством. И он повесился. Повесился он на ее день рождения. А через 9 дней, на его 9 день, у нее умерла мама. Вот такая вот трагедия случилась. Она остается с двумя детьми. И второй ребенок. У нее двое детей. Второй ребенок. Он еще был совсем-совсем маленький. Наверное, ему было годик, что ли, ему. Наверное, был. Вот она остается вдовой, друзья мои. Одна, она вышла на работу рано, потому что... А вышла она на работу совсем как-то рано. Потому что надо было работать, надо было обеспечивать. И она ходила в ночные смены. Потому что днем она сова с ребенком сидит, а в ночь можно работать. Вот у нее старший ребенок за младшим-то приглядывал. Ну, случилась такая трагедия. Она, конечно, очень тяжело эту трагедию перенесла. Ну, во-первых, это какая-то, знаете, была у нее, может... Ну, мне так казалось, что у нее, наверное, была какая-то злость на него. Что вот он так поступил. Все-таки он бросил ее с двумя детьми, да? Может быть, она как-то мало об этом говорила. Но ее очень расстроила смерть мамы. Она, скорее всего, больше даже из-за смерти мамы переживала. Мама не выдержала этого. Не ожидала, что такое случится. Ну, что делать? Жить надо дальше. Она продолжает работать, продолжает жить. А у нее есть своя квартира или от мамы как-то у нее досталось. Ну, тоже маленькие такие малогабариточки квартирки-то. И у нее вот, вот она, наверное, маминой, что ли. Не буду вдаваться в подробности, но у нее есть еще одна квартира. Тоже совсем-совсем маленькая. Их тут называют у нас малогабаритки. Эта квартира будет, ну, как для детей ее, детям квартира-то. Но так как дети были маленькие, а сейчас у нее старший ребенок уже уехал, живет своей жизнью. То есть эта квартира тогда останется вот второму ребенку. Я не буду называть имен детей. Зачем? Ни к чему. То есть она эту квартиру сдавала, потому что, ну, надо как-то жить. Она сдавала квартиру. Она получала пенсию по потере кормильца на детей. И, в общем-то, а вообще человек, она была очень экономной. Она экономила вообще на всем. Но детям она покупала все. Вот что детям надо, она покупала все. Если детям нужна какая-то там еда, фрукты, витамины, это у нее дети всегда были на первом месте. И до сих пор они у нее на первом месте. Но на себе она всегда экономила. У нее была на то время такая старенькая машинка. Потом она ее продала. Были какие-то, может быть, накопления, может, еще что-то было, да? Ну, впрочем-то, как говорится, и не наше дело. В общем, купила другую себе машинку. Работала она, как говорится, день и ночь. В общем, ей бы отдохнуть. Я ей сколько раз говорила, я говорю, почему ты на себе экономишь? Почему ты детям все, а себе ничего? Ну, это же как обычно, друзья мои, детям все, да? Вот так вот бывает, что если есть возможность, ну, вот у ней вот так она помогает, а себе отказывает во всем. Ей бы в санаторий бы съездить, отдохнуть, там, ну, где-то нервишки подлечить, где-то свое здоровье подлечить. Потому что у нее что-то тоже суставы, у нее сильно очень болели и периодически болят. Она потом, когда немножко от этого горя-то оправилась, ну, она еще что, еще совсем молодая женщина. Конечно же, хочется иметь рядом сильное плечо. Ну, не то, чтобы она задавалась такой целью, но она, в общем, встретила одного человека. С какое-то время она с ним повстречалась. И, в общем, мы не поняли, что вместе они быть не могут. Хотя, я ее имя называть не буду. Ну, может быть, ну, давайте назовем ее, например... Ну, как-то, чтобы было удобно, а то все она, он, как-то так неудобно. Ну, давайте назовем ее, например, Светлана. Пусть будет Светлана. Вот. Сейчас, друзья мои, немножко отвлеклась. Ну, тот мужчина, он нормальный был. Я видела этого мужчину. Ну, не сошлись они, может быть, как-то характерами, может, какими-то взглядами. Но он такой был, ну, высокий такой, статный мужчина. Такой, ну, красивый даже, я бы сказала. Фигура у него такая была. Вот. И они разошлись. Разошлись. Она потом тоже какое-то время была одна. И что-то ей... Кто-то ей из знакомых сказал. Говорит, ты что, все, Светка, одна, да, одна, да, одна. Давай, говорит, на сайте знакомств. А может, найдем тебе кого-нибудь. Ну, прикалывались, да прикалывались они. Вот. И она решила ради, ну, настаивать. Ну, давай попробую. Потому что вот раньше как-то с сайта знакомств, да, ну, как-то было очень неудобно, как это познакомиться на сайте. Хотя очень многие люди знакомятся, находят друг друга, живут счастливо. Познакомилась она с мужчиной. Мужчина, там его и фотография была. Ну, такой довольно-таки тоже представительный. Выглядел так хорошо, потому что в нашей Свете она все время смотрит на внешность. Ей не надо там какое-то там... Уж если искать, так искать, правильно? Вот. Человек... А уж если человек задался такой целью, а уж если нет, так и никакого не надо. То есть у нее серьезных намерений не было. Ну, как говорится, уж искать, так короля. Как короля. Так вот. Она посмотрела на фотографию, они пообщались какое-то время. Уж подробностей я особо таких не знаю, как все это у них происходило. Ну, по крайней мере, они встретились, поговорили. Ну, может быть, было какое-то первое свидание. В общем, ну, нормально, он ей понравился. Они начали постепенно друг друга изучать. Вот видите, пошла вторая банка воды. И вот они встречаются. Со временем она его познакомила со своими детьми. Он был... У него свое дело. У него свое дело. И был даже магазин. У него свой. Занимался он, знаете, вот народное творчество. Например, там резные хлебницы, например. Или там плетеные кресла. Какие-то картины. Ну, в общем, все вот для дома было такое. Для дома, для красоты дома у него все было. Вот такой вот магазинчик. И вроде бы все нормально. И по выходным они встречаются. И приезжает он к ней домой. И она... Я помню, что она с таким воодушевлением все. Что все выходные. Встречаемся на неделе-то некогда. Она работает как это. С утра до ночи. Ну, мы все тогда так работали. Вот и она так же. И потом постепенно происходит у него... Ну, что-то у него не получается. Вот, ну, не получается и все. А не получается в плане того, что, может быть, кризис тогда был такой. Ну, может... Ну, это не такой ходовой товар. А у него мечта, чтобы его изделия покупали. Чуть ли не на международный уровень выйти. Ну, вот я так понимала с ее слов. То есть он тоже старался. Он работал. Он работал, но не получается двигать этот бизнес. Не получается, он не лентяй. Нет. Он вот такой вот был нормальный, хваткий мужик. Я просто не знала, что у них там происходит. А она, значит, у него какое-то случилось там что-то не то у него случилось с бизнесом. Вот он же ей рассказывает. Он рассказывает ей, что так и так. Вот сегодня, например, пришлось, например, сегодня кредит просрочить, потому что не было денег на кредит. Ну, в общем-то, как мы все вот обычно, да, со своими уже близкими людьми. А у нее уже накоплено было денег тогда немножечко, потому что квартиру она сдает, да, пенсию получает. Я говорю, Света, ты деньги-то откуда, говорю, лопатой гребешь? Все ржали мы с ней, говорю. Ну-ка ты. Я говорю, я с мужем не могу денег накопить. Говорю, а ты одна, говорю, работаешь. Ну, съезди куда-нибудь, отдохни. Ну, вот в этом плане все. Он говорит, я коплю на машину. Никуда я не поеду. Никакие мне санатории не нужны. Мне нужна хорошая машина. И вот она уже немножко тогда скопила. И она, значит, его стала выручать. Она сама предлагает. Ой. Друзья мои, извините, да, она что-то звонит. Вбили, о чем остановилась. Вот, и она к тому, да, вот она и говорит, что мне не надо ничего. Я хочу машину. Не надо мне ни санаториев. Ничего. И, в общем, она ему предложила помочь. Говорит, я могу тебе помочь. И вот она ему помогла. Помогла один раз. Не помню уж, отдавал он или нет. Большими суммами помогала. И все это происходило. Вот сколько они были, 4 года, наверное, да, вместе. И она ему все время помогала. И он уже знал, что у него есть палочка-выручалочка. Но она ему не только помогала деньгами. И она его бизнес продвигала, потому что она сама работник была из сферы торговли. Она знала, как лучше подать. Она знала рассчитать даже как-то цену. В общем, она в этом умный очень человек. Но ее была ошибка какая, я вам скажу. Он, конечно же, какие-то, может быть, деньги ей отдавал. Но она все это, конечно... Она, знаете, чего? Она записывала, сколько ему давала. Она записывала все суммы, все, чтобы... Она-то надеялась, что он ей вернет. Но он, конечно, они встречаются. Я уж не знаю, там общий стол у них был, нет. Как они в магазин ходили. Это такие вопросы, в общем-то, и не задашь, да? Да и как-то и не задумываешься над этим. Почему-то думаешь, что обычно мужчина помогает женщине. Вот, а как потом выяснилось, нет. И вот за эти годы она ему напомогала где-то, наверное, больше полмиллиона. Одинокая женщина, да, которая работает сутками, сдает квартиру, во всем себе отказывает. И, в общем-то, он ей этих денег так и не вернул. Даже бывали такие моменты, когда она для него денег занимала. И он не мог ей эти деньги вернуть. И она отдавала где-то, в общем, отдавала свои деньги, свои накопления. И, в общем, только она успеет что-то скопить. Но у нее, вы понимаете, она такой человек, она безотказный. Она чувствует, что вот человеку плохо, да? Она вот сама предлагает помощь. Она сама ему предлагала помощь. И он воспринимал это тоже как, знаете, вот как помощь. Не как в долг, а как помощь. И, видимо, у них произошла вот эта вот, может быть, непонятка в отношениях. И когда она ему уже, ну, она, друзья мои, извините, вот так сбитчиво рассказывала, она ему потом уже говорила, что мне деньги нужны, что ты вот найди, он, я найду, я найду, я отдам. Он ей все время обещал их отдать. Но когда уже наступил вот этот вот тупик, когда она уже совсем без денег осталась, а тут какое-то время еще она осталась без работы, не по своей вине, деньги нужны, и, в общем-то, его помощи она не увидела. И когда она у него спросила, когда ты не вернешь деньги, что, а он задал ей вопрос, а разве я тебе денег должен, а сколько? И она ему показала, что она все это, все записывала, сколько она ему денег давала. И он ей сказал такую фразу, я не думал, что ты все деньги, которые мне давала, но хотя признает, да, я, говорит, не думал, что ты их записываешь, ведь мы же были вместе, это же была твоя помощь. Вот, представляете, друзья мои, такое еще бывает. Они расстались, конечно же, плохо расстались, потому что деньги, знаете, все-таки, может, чувства не такие были крепкие, или человек был такой, не понимал, что вообще-то, ну и что, что у тебя бизнес, он разваливается, он не продвигается, ну да, ну надо что-то делать, может, какую-то еще работу найти. И, в общем, он привык, что у него есть вот женское худенькое плечо, и на это плечо вот он полагался. Вот они расстались, и деньги он ей так и не вернул. Вот ты говорили, сегодня говорю, видела что-то там про этих альфонсов, и вот такое бывает и в жизни, и вот, пожалуйста, это вот было на моих глазах. Подавать на него в суд? Она не пойдет подавать в суд, потому что нет свидетелей. Свидетели есть только с ее слов, причем она не откровенничала, ну, может быть, она детям своим говорила, дети же уже тоже подросли, сколько лет назад она мужа потеряла. Вот так вот случилось, и очень странно он ей, конечно, да, ответил, что я думал, что мы вместе. Она посмотрит вот это видео, конечно же, посмотрит, потому что я у нее спросила, можно ли вот это вот рассказать, как ты думаешь? Она говорит, да, расскажи. Расскажи, впредь кому-то наука будет. Вот, но она сейчас уже в других отношениях с мужчиной, она уже намного осторожнее, и мужчина в хорошем, мужчина работящий, работает, уезжает на вахты, и, естественно, помогает уже ей, поэтому вот этот горький опыт ее научил многому. Но она так до сих пор себе не может позволить, она может себе позволить, она себе так до сих пор во всем и отказывает, во всем. Говорю, Света, съезди, отдохни куда-нибудь, в санаторий отдохни, возьми, а, кстати, когда вот они встречались, он ведь тоже, знаете, она вот может чем, может, не укрепила отношения, ну, финансовую сторону уберем, да, он ведь ее везде звал, давай отдохнем, съездим, там, куда-то, например, ну, или в ресторан сходим, или сходим, съездим, отдохнем, на ту же, может, базу отдыха, да, и у нее тоже все работа, 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 и она вот тоже, может быть, немножко его оттолкнула тем, что, чтобы он ей не предложил, а она все от всего отказывается. Они, конечно, выбирались куда-то по его работе, но это была тоже работа. Вот так вот, друзья мои, вот бывает в жизни. А я вообще не представляю, конечно же, ну, я теперь уже знаю, что есть такие, и сколько об этом передач всяких, и фильмов, и женщины и кредиты берут. Света-то так кредитов не брала для него, она вот помогала из своих денег, что у нее было накоплено. Вот, а женщины в кредиты впадают, да, ну, ввязываются вот в такие, в кредиты сильные, и потом не знают, как отдать, и у них отбирают и квартиры, и дома, и все, что угодно, чтобы помочь какому-то мужику. Вот так вот бывает в жизни. Я вообще не понимаю этого, никак не понимаю. Мне кажется, все равно мужчина, он, ну, ладно, в семье, это семья, когда вы вместе, да, бывает, что, ну, кризис у мужчины, ну, не может он заработать, ну, старается, ну, не получается у него, а жена больше зарабатывает. Я когда-то тоже работала, и все выходные работала, и, я не знаю, и праздники работала, и Коля у меня работал, но зарплата у него была пониже. И день, и ночь, и ездил он, и в Аневу вот ездил, молочку возил, да, и халтура у него были, но были вот такие все работы, тоже низкооплачиваемые работы были, тоже тяжело было. В семье это одно, а тут, видите, они были не семья, они просто встречались, но я не знаю, доходили ли у них разговоры до того, чтобы пожениться, может быть, она была напугана вот этой вот ситуацией, которая у нее произошла, не знаю. Вот такие вот, друзья мои, бывают дела, у меня уже картофель кипит, и я думаю, я тебе помню, солила ли я его, думаю, поговорить с вами, пока готовлю, сейчас буду рыбу жарить. Наверное, не солила, дайте-ка я попробую. Залила, наверное, водой все. Нет, солила. Ой, по привычке. В общем, жизнь такая штука, не знаешь, да, потеряла мужика, своего, сделал ей такую боль, взял и руки на себя наложил, да, она это пережила, и вот, пожалуйста, встретила. Ну, надеюсь, что с этим мужчиной у нее все будет хорошо. Так вот дела, такие. Ну, что, друзья мои, буду рыбу жарить, надо кормить своих. Рыба быстро пожарится. Вот такую историю жизненную я вам рассказала, может быть, кто-то и это пережил, пишите, ватсап пишите. Все, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok, Продолжение следует...